Здравствуйте! Сегодня я решил прийти к вам и угостить вас интереснейший кафе для меня. Это колумбийский кафе. Кафе из региона Антиокия. Именно там, на поверхности горной цепи Анты, расположилась следовательская площадка директора компании Санта-Барбара. Его зовут Педро Ичвари. Этот человек решил, что после того, как получит образование, ему необходимо заняться исследовательской работой. Не обходил поиск новых способов обработки. Именно так был найден уникальный для всего мира способ холодной ферментации. Но в Сан-Пасхуале, а это именно ферма, на которой выращиваемся мой папе, он решил заняться натуральной обработкой. Натуральная обработка уникальна для региона, вообще для всей Колумбии, поскольку местная кофейная федерация запрещает принимать оплату за кофе то, как покупатели получат. Таким образом, мы избавляем от недобросовестных производителей потребителям. Своё выступление я начну с приготовления эспрессо для актерского напитка, который после я буду охлаждать. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Охлаждать свой актерский напиток я для того, чтобы подчеркнуть дисриптеры эспрессо, которые появляются в нём при охлаждении. Поэтому я хочу вас сейчас попросить записать основные вкусы, которые вы встретите в моем авторском награде. Это черная смородина, крыжовник, а также зеленый виноград. Далее я буду готовить для вас эспрессо. Мой кофе был пожарен 12 дней назад, за что хочу поблагодарить компанию Source, которая позволила мне выбирать именно тот профиль обжарки, который мне будет наиболее симпатичен. Свою эспрессо я готовлю из 20,5 грамм молотого кофе. Тело моего эспрессо терпкое. Во вкусе вы найдете кислые ягоды, такие как брусника, люква, черника. 10 минут осталось. Тело моего эспрессо. Продолжение следует... 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 В том, чтобы получить напиток, который бы соответствовал или был, по крайней мере, похож на алкогольный, но при этом таким не являлся. Следующим ингредиентом у меня будет ананас апельсинового краша, у меня есть 160 км каждый. Я буду готовить парами. Он послужит исходной частью моего. Благодаря супам и льду я смог получить напиток, который бы был максимально охлажден, при этом не был разбавлен водой. Я не буду процеживать мой напиток с помощью света, чтобы со временем парень имбиря продолжал отдавать свою терпность. Не, ты понимаешь, мало того, что на алкоголе полкадра в морду дозрит. Минута мешает. А еще надо мешать. Ты потом замажешь на бастер. Подумаешь 30 секунд визу, 40. Хотя я добавлю эспрессо. Тело моего вкусного напитка будет терпким, но при этом сбалансированным. На послевкусии у вас будут дискрипторы эспрессо. Это отличный вариант, когда вы хотите отдохнуть с бывающими друзьями, но при этом не хотите напиваться. Время подходит. Я тоже. Спасибо, спасибо, Лапука Михаил. Миш, можно с тобой немножко пообщаться. Я традиционно прошу выдохнуть. Случилось, прошло.